Матхуль! Привет! Хату мы уже представляли. Мишу тоже. Второй день региона. Я задницей столкнул вниз фломастер. Миша, разбирай. Сейчас будет второй день региона. Да. Значит, по нему я условия не нашел у себя, но буду наизусть. Нормально. Значит, задача номер один. Даны два десятизначных числа. А и Б. А и Б. Десятизначные числа. О, это та, которую я тоже бы у меня решил. Да, это было сложно. Вот. На доску записали А, Б и их сумму. Спрашивается, какое максимальное число нечетных цифр могло быть записано на доску? Вот. Да. Ну, хорошо. Ну, во-первых, хочется, чтобы было побольше нечетных цифр. Паузу, паузу. Да. Все, все решили, разбираем. Все решили, разбираем. Полезно. Вот. Ну, во-первых, заметим, что если мы просто складываем две нечетные цифры какие-нибудь, один плюс три, то, если у нас больше ничего нет, то у нас тут происходит четная цифра. Как ни крути. Поэтому нам хочется, чтобы везде были переходы через разряд. И тогда вот здесь тоже будет нечетная цифра. Видишь, как ни крути. Да, да. Значит, отсюда примерно сразу. Ну, у меня, по крайней мере, придумывается... Ну, по крайней мере, уже ясно, что в самом маленьком разряде не может быть. Во-первых, да. Во-первых, понятно, что если... Вот у нас есть эти числа. Где сосиска Рогородского. Т? Сосиска Рогородского, да, подмножество рисует, как сосиска. Да. Сарделька. Ой, сарделька, что я говорю. Легенду. Не забывай. Вот. То тут будет у нас какая-то цифра Т плюс К, ну, по модулю 10. Да. И она будет... Ну, одно из вот этих чисел будет нечетно. Потому что если тут две нечетных, то тут будет четное. Иначе у нас вот тут уже будет четное. Ну, как минимум одно, да. Вот. Значит, у нас уже будет одно четное цифра. Вот. Теперь что нам хочется? Нам хочется сделать все нечетные. Чтобы больше не было. Да. Ну, давайте просто возьмем вот такие. Ну, короче, тут их куча. Дальше придумывается чисел, да. Вот такие числа. И тут 10 знаков. И заметим, что их сумма тоже очень интеллектуальная. Вот такая. Прикол в том, что годится в конце и девятка, и семерка, и пятерка. Да. И даже любые комбинации. То есть у нас... Ну, не любые, а те, которые дают вот это. Ну, да. То есть 9... Которые дают переход через взгляд. Да. Годится целый ряд. Значит, у нас есть, во-первых, одночетная цифра обещанная, а все остальные цифры нечетные. Значит, цифра тут 31 штука, и одна четная, значит, 30 нечетных цифр. Это у нас есть пример. Оценка. Ну, у нас, во-первых, одночетная всегда. Во-вторых, у нас, если есть два десятизначных, то их сумма, она не больше, чем одиннадцатизначная. Значит, всего цифра не больше, чем тридцать одна, и минус один тридцать, что мы уже получили. Да. Очевидно, да. Ответ тридцать. Спасибо, Мишенька. Все, да, это все очевидно. Пока задачи идут простые. Они постепенно ослабняются, да? Да. Каждый день. Это же не ответная. Так, это, да, это задача на вуме. Так. Сейчас посмотрим, что дальше. Кстати, я же не все, да, в лесу тогда? Ты мне не все, да, рассказал некоторые? Ну, Геому я тебе не рассказал. Ну, Геому, само собой, да. И четвертый, я тебе сказал, но ты сказал, что ты такие никогда не решаешь. А. Ну, собственно, не умеешь. Так. Вот. Значит, задача номер два. Дана доска. По-моему, девять на девять, да, девять на девять точно. Значит, Дана доска девять на девять. И она заполнена числами. Заполнена. А, эту я решил. Да. Числами. В уме, но не сразу, не за минуту. От одного до восьмидесяти одного. Ну, бумажки там еще быстрее решаются, понятно. Вот, значит. Ага. Да. Каждое число по-разному встречается, понятно. Ну, и они тогда не повторяются. Новые шахматы такие. Вот. Что нам известно? Нам известно, что для любого числа Х, которое написано на этой доске, числа Х-3 и Х-3, если они корректны, конечно. То есть, если они встречаются среди от одного до восьмидесяти одного, то есть, например, мы возьмем число один, то Х-3 будет минус два. Да. Минус два не встречается, поэтому мы просто про это ничего не делаем. Да. Если они корректны, то они соседи Х по стороне. Круто. Ближайшие соседи по забору, за забором. Вот. Ну, можно что-нибудь нарисовать. Например, если тут число 4, то у нас где-то тут число 7 должно быть, а где-то тут число 1. Вот. Да. А тут 8, допустим, тут 11, где-то тут 5, 2 и так далее. И, я думаю, уже видно некоторое рассуждение. Да. Ставьте на паузу и думайте, что это означает такая дискретная непрерывность некоторая, странным образом созданная через ТИ. Непрерывность через ТИ. Да. Все, рассказывай. Поставили, сделали. Значит, заметим, тут это уже, наверное, видно. Если мы еще будем дальше писать, значит, рядом с семеркой находится десятка где-то, дальше тринадцать где-то, шестнадцать, там девятнадцать. И заметим, что у нас выходит вот такая цепочка. Да, змея. И она будет вот так как-то продолжаться, пока не дойдет до средств на числа. Ну, в данном случае семь и девять. Нифига себе змея. Не сто семь и девять, но все-таки. Вот. Почему? Ну, потому что просто мы пришли из числа x минус 3 в число x, и у нас где-то в соседях есть число x плюс 3, поэтому мы в него переведем. И ее продолжим. Абсолютно. Значит, ну, заметим, что эта цепочка, она возникает для каждого остатка по модулю 3. То есть, есть цепочка, которая начинается с единицы, с двойки и с тройки. Трезли. Вот. Теперь. А, я забыл сказать, что спрашивается в задаче. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Этот, вредный совет, да, твой, да. И главное, не говорить о условиях задачи. Хорошо бы решали, наверное. Отлично. Вот. Вот. Хорошо, зато все. Мы можем бахнуть его, в принципе, бахнуть на экран, да? Совет? Нет, совет тоже можем бахнуть. Он в Майклопском стриме-то говорит, что есть. Да, взять из Майклопска. Ладно, короче, вопрос задачи в чем? Вопрос, правда ли, что существуют две угловые клетки этого квадрата, разность чисел которых делится на 6? Вау. 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 Хорошо. Ну, понятно, да. То есть, правда ли, что существуют две вот какие-нибудь вот такие клетки, что разница в них делится на 6? Да, обязательно. Окей. Всегда существуют или не существуют иногда. Вот. Ну, вы уже подумали. Да. Поэтому, соответственно, у нас есть вот эти три цепочки, и что мы можем заметить? Можем заметить, что цепочки 3, а угловые клетки 4. Да, дирехне. Знаешь? Дирехне! 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 Ха-ха-ха-ха! Сейчас опять жены моих подписчиков могут ругаться, что я ору. Вот. Значит, у нас есть две какие-то угловые клетки, в которых одинаковый остаток по модулю 3, и, соответственно, которые лежат на одной цепочке. То есть, вот они как-то соединены тут. Да! Ту-ту-ту. Путь. Ну, и как-то вот тут еще идут. Вот, возможно, вот эти две. Ну, неважно. И что нам это дает? Давайте просто идти по цепочке. И что происходит, пока мы идем по цепочке? У нас каждый раз прибавляется, либо вычитается 3 на каждом шаге. То есть, один шаг, одно смещение, это плюс, ну или минус 3. Точно. Вот. А мы хотим, чтобы разница в них делилась на 6. Это значит, что нам нужно четное число ходов. Да, в точности. Вот. Но тогда, ну, заметим, что вот тут у нас расстояние 8 ходов. И вот тут 8 ходов. Да. Но тогда, соответственно, мы по вертикали должны будем пройти суммарно 8, и по горизонтали суммарно 8. И, следовательно, мы всего четное количество ходов пройдем. Ну, на самом деле, туда-сюда. Это неприятно записывать. Все равно, да. Это неприятно записывать. То есть, любые ответвления, все равно потом назад идешь. Ну, я могу сказать, как я это записал, соответственно. Допустим, у нас было нечетное число ходов вот в этой цепочке. Нечетное число. Да, вот такие очевидности сложно объяснять. Тогда, соответственно, у нас либо по вертикали, либо по горизонтали было нечетное число. Допустим, по вертикали. А, ну и все, в проекции мы не можем. Вот, но каждый раз по вертикали мы сдвигаемся либо на плюс 1, либо на минус 1. Да, либо на 0. И, значит, каждый раз у нас меняется четность. Четность расстояния от начальной клетки по вертикали. Вот, и эта четность меняется нечетное число раз. Значит, у нас расстояние должно быть нечетное от начальной клетки. А вот здесь у нас должно быть четное везде. Ну, вроде так, да. Вроде правильно. Ну, в общем, да, в любом случае ясно, что, как бы, ясно, что из координаты, там, АВ, координата СД, которая такая же по модулю 2, не может идти нечетная цепочка прибавлений вектора 1,0,0. Ну, короче, вот, вот, но раз у нас четное число ходов, то вот тут будет изменение, делящееся на 6. Да, это да. И доказали, что это верно. Еее! Очень круто, очень красиво и научно. Я бы сказал, что задача про инвариант, в том числе, да, вот с длинной, что она делается. Я бы сказал, что хорошо это, что это всего лишь вторая задача, то есть еще не слишком интересная, и поэтому не то, ну, не то, чтобы слишком много потеряли, когда ее не решали. Да, но трудно, трудно, на самом деле трудно. Придумать, как бы, не очень сложную, но при этом очень красивую задачу. Это вот тот случай, когда задача не безумно сложна, но чрезвычайно красива. Ну, может быть. Респект, респект, большой, очень-очень большое. Спасибо автору задачи. Очень интересно, кто автор задачи. Наверняка наши подписчики. Там, кстати, написано было. Более того, я посмотрел, там есть фамилия Де Демин. А у меня есть одноклассник Дмитрий Демин. А, что, да? Да. Ну, это очень... Нет, ну, понятно, что нет, но это смешное совпадение очень. Да. Вот. И теперь, внезапно, задача номер три – геометрия. И я тоже решил, я сам удивился. На самом деле она неожиданно легкая оказалась. Так. Вот. Условия. Геома у нас на канале. Да. Значит, условия, да? Равнобедленный треугольник. А, В, С. Ага. На этот раз не надо выделываться, потому что он и так равнобедленный, да, сразу? Да. Я даже встану, чтобы рассмотреть. И отмечена точка, я не помню, как она называлась, но пусть будет М. Середина, да? Которая середина, соответственно, вот здесь. Теперь мы продляем стороны А, С и В, С вот сюда. И откладываем на них отрезки, равные, ну, вот этому и вот этому, соответственно. Вот так. То есть вниз двойной? А, нет, пополовинный. Да, вот здесь. Вот такой отрезок, а вот здесь вот такой равный. Значит, эту точку обозначим за К, а вот эту за Д. И теперь, что нужно доказать, надо не забыть. Значит, доказать, что описанная окружность треугольника АБД касается описанной окружности треугольника ЦР. Вот опять, вот с какого бодуна, блин, а? Ну, с какого бодуна? Вот как это можно, да? Вот что с этой задачей можно делать? Вот как? Ну, как ребята учат, да, там, Дима Белов, Макс говорит, настройте все подряд, там что-то будет видно, да? Ну, на самом деле, все-таки на сборах, чему-то меня научили, наверное, потому что... Вот в наше время не было сбора. Хотя Рафликан учил по диаметре очень хорошо у нас, но, как бы, я, да, я все-таки непроходимо... Давайте перерисую более... Более... Сейчас скажу, как более. Давайте вот так перерисуем. Ага. Бабочка. Что вообще хочется сделать вот в этой картинке? Пол, половину крыла отрезали у бабочки, да? Что хочется сделать в этой картинке, но вот хочется сделать. Ну, порешайте. Достроить до полного крыла бабочки. Да. Хочется продлить вот эту сторону вот сюда. О, значит, я что-то даже... Ну да, но это бабочка, у которой... Ну, и, соответственно, провести вот этот отрезок, и как бы видно, что получилась симметричная картинка. А симметричные картинки – это обычно хорошо. Да. Так. Вот. Более того, естественно, видно, что вот эта описанная окружность треугольника АБД, на ней лежит еще и вот А, так, уже что-то. А это она и есть, да, наша окружность, которая нам нужна? Да, вот эта окружность, на точке обозначить, это окружность треугольника АБД. АБД. Да, я так говорю, сборы сборы, но в руках нас тоже, кстати, учат хорошо. Дево тебя вот здесь. Дево тебе же здесь. А тут Е. Я обозначил. А, по-другому обозначил. Вот такой треугольник. Здесь. Вот. Вот этот треугольник. Да. Ага. Я его вот так здесь перерисовал. А, подожди, ты вот так, да, АБД. А, ты просто повернул вот так руль туда. Ну да, вот так. Чтобы у меня была симметричность относительно более-менее вертикальной прямой. Так, значит, бабочку обратно. Вот. Она симметрична относительно вот этого. Ну, как это строго сказать? Ну, это очевидно. Я, кстати, да, это очевидно, но я долго пытался это строго сказать, ну, плюс-минус долго. Значит, что я сделал? Я обозначил этот угол за альфа. Относительно чего именно этого? Это что за прямая вот эта? Вот тоже интересный вопрос. Ну, прямая, понятно, что она. Нет, ну, понятно, что прямая. Высота вот этого. Да, естественно, ну, а куда она денется? Все одинаково везде. Вообще, мне повезло заметить некоторый факт. Сейчас скажу, какой. Ага. Мне повезло заметить, что вот эти прямые, кажется, пересекаются на этой окружности. Я был не уверен, но… И ровно в той точке, да? Ну, то есть понятно, что они пересекаются на вот этой высоте из-за симметричности. Слушай, я понял. Это же вот эта точка и есть, да? Да. Хо-хо-хо-хо. Вот. Хо-хо-хо-хо. Но, окей, значит, как это строго говорить? Вот, допустим, этот угол альфа. Тогда здесь у нас тоже альфа, потому что равнобедренный. Очевидно. 180 минус альфа. Тут, соответственно, 2 альфа. Ну, да. Дальше тут равнобедренный треугольник и медиана, значит, тут высота. И тут 90 минус 2 альфа. Да. А-а-а. Понятно, да? Тут тоже 90 минус 2 альфа, тут альфа. 2 альфа. Ну, тут тоже высота. Почему здесь 90? Почему эти одинаковые? Ну, вот здесь, соответственно, у нас равнобедренный треугольник и медиана. А, равнобедренный. Блин, я забыл. Он равнобедренный. Ха-ха-ха. Тогда, конечно. Да. И тогда это бисектриса, высота и медиана. Значит, это... Вот. Значит, получили, что... А, да-да. А, не, 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 не. Вот тут тоже 2 альфа по вертикальности. Ну, и вот сейчас мы теперь уже можем заметить, что вот эти два треугольника равны просто по первому призму. Ну, конечно. Уголы и вот эти две стороны. Значит, вот эти равны и получаем, что картинка действительно симметрична. Полностью симметрична, да. Ну, вроде, да-да, сначала половина. Так, и что же тогда? Теперь, раз она симметрична, когда мы продлим вот эти прямые до пересечения, то это пересечение должно быть где-то на вот этой прямой. На оси симметрии. На оси симметрии, да. Ну... Вот это я чуть-чуть, да, это я чуть-чуть умею. Когда есть какие-то симметрии, меня сразу... Да, я тоже очень люблю симметрии. Там можно считать, во-первых, хорошо. Да, да. Тогда, да. Что нам нужно? Нам нужно доказать, что EF лежит на вот этой окружности. И тогда у нас будет некоторая очень хорошая фигня. А кого? Ну, что значит, что EF лежит на... Ну, мы знаем из условия, что нам нужно доказать, что вот эта окружность касается. Да. И если EF лежит на этой окружности, значит, EF лежит еще и на вот этой окружности. Нам нужно это доказать. Ну, да. То есть, нам нужно доказать, что у нас вот такая окружность есть. На самом деле, да. Во-первых. Ну, и во-вторых, что она лежит на вот этой окружности. но как доказывать если если бы ну да ну понятно примерно вот но вот тут угол 180 минус 2 как доказывать что вот этот четырехугольник вписанный смотри признак вписанности вот тут должен быть угол 2 но заметим ну во первых мы можем посчитать вот тоже 90 минус 2 и тогда вот здесь 90 минус альфа тут 90 минус альфа и получает что тут 2 до прямой действительно прямой очевидно вот ну вот так вот здесь прямой но это тоже кстати да но это проще да да вот значит тут угол 2 до но тогда тогда во первых вот этот четырехугольник вписаны потому что тут 180 минус два альфа тут два альфа да конечно а во вторых посмотрим на вот так а может был сразу что они оба прямые а нет нет второй прямой по симметрии да этот прямой по симметрии но кстати да да в общем все нормально вот но 2 альфа мне не только за этим нужен давайте посмотрим на вот такой треугольничек да и вот такой треугольничек да вот здесь угол 2 альфа он опирается на хорду б.д. да вот здесь тоже угол 2 альфа и он тоже опирается на хорду б.д. но тогда . f лежит на окружности а я смотрел надо надо доказать что на systemic а если внутри того какой они по одной стороны ну да 3 . пересечения окружности не бывает. Ну да, и собственно, почти все, но не все. Нам нужно еще доказать, что тогда у нас нет других точек пересечения. Не-не, но если была еще одна, была бы еще одна. Но если у нас вот тут действительно есть точка пересечения, то из-за симметричности у нас вот тут точка пересечения обожаю симметричность. Никто не умеет рисовать. И уже три точки пересечения, но при этом они не совпадают. Да. Окружности сами. Да. Да. Супер. Просто супер. Я решил. Восторг. Да, Миша, я тебя поздравляю. Поздравляю. Это очень круто и красиво. Да, вот так вот. Не только у... Не только на Школково и у Бори можно геому. Вот иногда даже у нас она появляется благодаря Мишеньке. Вот. И благодаря региону. Нас, кстати, мой геометр смотрит. А-а-а. О-о-о. Круто. А он... А, слушай, здорово. Ну я его знаю, да? Наверное. Как его зовут? Полин. Дмитрий Анатольевич, по-моему. И еще Дмитрий Геннадьевич есть. А, ну фамилии не знаю, да? Фамилии не знаю. Ну ладно, бываю. Извиняюсь. Зато я... Зато решил задачу, да. Зато я... Дмитрий Геннадьевич должен быть доволен. Хорошо. Задача, Мишина. Вот. Так, четвертое. А, Дмитрий Геннадьевич точно Мухин. А Дмитрий Анатольевич? Не, не помню. Ну, наверное, я знаю в лицо. В лицо, наверное, знаю. Наверное, ага. Вот. Он 179-й преподается. А-а-а. Дальше. Так, все там... А, доска у нас, да? Дальше задача номер 4. Очень хорошая задача. Мне нравится. Значит, есть фокусник и его помощник. И есть... У них есть N карточек, на которых написаны числа от одного... Да, вот это я не умею. Да, N. Я тебя заменю на черный, потому что зеленый обычно плохо виден. А-а-а. Он только для картинок лучше его. Ага. Так, держи. Вот, значит, есть числа от одного до N на карточках написаны. А также есть N мест, на которые эти карточки можно класть. Вот. Ну, N больше либо на трех, но это не особо важно. Вопрос. А, сейчас, сам процесс. Что происходит? Выходит зритель. Папа не умеет решать, поэтому не слушает, кстати. Нет, это я просто из Рогородского глотнул. У меня есть этот самый знаменитый стакан Рогородского. Значит, что происходит? Выходит зритель. Так. И кладет на какие-то из этих мест карточки 1 и 2. Ну, во-первых, фокусник выходит и ничего не видит. Вот, зритель кладет на какие-то из этих мест карточки 1 и 2. Так. Ну, как-то вот так. Ага. Вот. Дальше. Видя это, ассистент помощника фокусника выкладывает как-то остальные карточки. Ну, допустим, 3, 6. Тут 6 есть, да. 4, 5. Как-то так. Ага. Он уже помогает фокуснику. Да, он как раз хочет, чтобы фокусник угадал. Дальше все карточки переворачиваются и становятся неотличимыми. Угу. Вот. Выходит фокусник. Так. И, значит, фокусник может перевернуть одну какую-нибудь карточку. Вот он сам выбирает карточку и переворачивает. Смотрит, которое число на ней написано. А вторую карточку переворачивает зритель. Блин. То есть зритель тоже выбирает карточку уже после фокусника и ее как-то переворачивает. Ну, зритель знает, очевидно, какие тут карточки написаны. Все. Вот. И вопрос. При каких N фокусник с помощником могут так договориться, чтобы однозначно указать, где находится 1 и однозначно указать, где находится 2? Бавис Ломерное. Молчание. Очень объемные условия. Да. Слушай, а множество всех комбинаций 1 и 2 это N на N минус 1. Да. То есть информация должна быть получена достаточно тонкая и обработана. То есть, ну, как бы такая вот информация, да, как разбиение всего, что мы знаем, на куски. Ну, как, например, да, все возможности для монет. Но когда мы взвешиваем, мы разбираем на два куска. Вот такие возможности в одну сторону, такие в другую, когда уже взвесим. Так что здесь, значит, этот помощник, он что-то, который это ставит, и тем посылает сигнал. Это мы пока даже думаем, да. Да, как-то посылает сигнал. То есть, как бы карту посылает сигнал. То есть, он... Папа ее не решал, кстати. Да, ее я вообще, я сразу сказал, что я не умею и не решал. То есть, у меня есть... У меня есть один из N на N минус 1 вариантов. Реализовался с помощью зрителя. И, ну, в смысле, того, кто мешает. И мне нужно расстановкой... И, очевидно, информация, информация, которая будет получена, тоже N на N минус 1. Потому что он переворачивает одну карточку с числом от 1 до N, и вторую карточку с числом от 1 до N минус 1 условно. Да. То есть, нам нужно однозначно сопоставить варианты. Ах ты екарный бабай. Я, кстати, почему-то думал, что тут будет пополам на самом регионе, но это мне не помешало. Но здесь именно нужно... Да, тут, кстати, с точностью. То есть, нам нужно прямо точно сопоставить варианты. Охидеть. Слушай, ну я без понятия, честно. Ну, если это, конечно, возможно. Может, при каких-то это не получится. А может быть, получится. Я, короче, да, я удаляюсь со сцены, потому что не понимаю, что делать. Близко даже не понимаю. Вот. Ну, я думаю, все порешали. Отличная задача. Итак. Секрет. Ну, во-первых, будем доказывать, что он при всех N сможет. То есть, для любого N... Опять зеленый. При любом он сможет. Для любого N они смогут. Фокусник с помощником. Вот, хорошо. Ну, во-первых, заметим, что первым ходом фокуснику, по сути, неважно, куда открывать, какую карточку открывать. Поэтому пусть он всегда открывает первую. Значит, фокусник всегда открывает первую карточку. Ну, по сути, неважно, но так как я строил стратегию, я могу делать что-то хотим. Да, действительно, да. Вот. И теперь у нас есть два варианта. Либо на этом месте стоит какая-то карточка, которую положил зритель, то есть один либо два. Да. Либо на этом месте стоит карточка от помощника. Да. Вот. Ну, давайте сначала разберем менее информативный, в каком-то смысле, случай. Нет, наоборот, когда от зрителя. Потому что мы не получаем информации вообще про вторую карточку. Да, но зато мы все равно знаем. Да, но потом зритель может какую-то карточку, любую открыть, которую он хочет, и, возможно, мы не получим информацию. Ну, да. Но это на самом деле неважно, в каком порядке разбирать. Вот, значит, разбираем первый случай. Зритель положил вот сюда какую-то карточку, ну, допустим, один положил. Это абсолютно неважно, понятно. Так. Вот, на первое место. Значит, фокусник открыл эту карточку и видел, что там один. Так. Значит, одну карточку он уже нашел. И теперь, теперь что нужно сделать помощнику? Помощнику нужно положить карточки так, чтобы какую карточку бы не открыл зритель, фокусник бы смог установить место, на котором лежит вторая карточка, условно, два. Вот. Ну, а теперь, соответственно, подъезжает идея какая? Ну, одна из идей может быть такая. Давайте он положит индекс, как бы, номера этой карточки. То есть, например, если она стоит на месте три, то он, условно, хочет положить три карточку. Ну, не совсем так. Расстояние до этой карточки, допустим, хочет положить. Так, так, так. Вот. Ну, короче, что нам вообще нужно сделать? Нам нужно сделать так, чтобы у нас во всех вариантах положения карточки номер два у нас не повторялись числа в какой-то позиции. Потому что если в какой-то позиции числа повторились, то есть, если, например, у нас… Ну, давайте нарисуем, соответственно, вот у нас карточка два, точка, 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 точка в принципе плюс-минус понятны. На самом деле у меня была более кривая стратегия, но во время записи я понял, что можно легче. Давайте что сделаем? Давайте начиная с двойки, ну или с единицы, будем класть эти карточки по возрастанию. Вот так. Ой. Тогда у нас получится циклическое сдвиге. Но это случай, это именно соединить. Это случай, когда какая-нибудь из карточек стоит в начале. Да, единица, ну условно пусть единица, да? А если двойка там будет стоять, то то же самое с единицей, да? Ну если двойка, то то же самое с единицей. Да. Да, то есть... И у нас получились вот такие циклические сдвиги. Блин. И, соответственно, понятно, что они не повторяются. Ну и видно просто из таблицы, что они не повторяются. Однозначно устанавливают, да. Закодировано. А это значит, что когда зритель какую бы карточку ни открыл, фокусник сможет по ней определить номер циклического сдвига, а по номеру циклического сдвига он может определить место двойки. Гениально. Ну это еще далеко не все. Но на самом деле уже близко ко всему. Да, ну да. Осталось понять, что если никакая единица там не стоит. Значит, мы развалили случай, когда вот тут стоит карта зрителя. Когда здесь стоит карта зрителя, да. Хорошо. Второй случай. Да. Второй случай, когда карта зрителя, когда обе карты зрителя стоят где-то вот здесь. Да. А здесь, соответственно, стоит карта фокусника. Да. Что вообще хочется сделать? Хочется, например, поставить вот сюда индекс номера карты. То есть, допустим, у нас единица стоит вот тут в номере n. Нам хочется поставить сюда условно n плюс 2. Так? Чтобы мы могли однозначно уже определить номер одной из карт, а потом по информации от зрителя определить номер второй карты. Почему n плюс 2 именно? Ну, потому что у нас на самом деле от 3 до n. У помощника есть карта от 3 до n. А, да-да-да. А позиции? Ну, на самом деле не совсем получится, потому что тут n минус 1 позиция, а тут n минус 2 карточки. Но можно, например, номер самый левый указать. Тогда их будет n минус 2. Вот. Почему это не получается? Потому что зритель тогда может указать в точности на тот индекс, который вот тут указан. То есть, например, мы указали индекс единицы, зритель указывает на эту же единицу, и мы получаем информацию про эту единицу дважды, а про двойку не получаем информации никакой. Я потерялся. А зачем нужен был я? Я думаю, что зрители тоже потерялись. Пока непонятно. Значит, еще раз. Давай какой-нибудь пример. Да, давайте пример. Допустим, у нас, соответственно, 6 позиций. Да, давай 6. И у нас стоит, допустим, вот тут 1, а вот тут 2. Ну да, да. Что нам хочется написать? Нам хочется написать, где стоит, допустим, единица. Да. Вот здесь 1, 2, 3, допустим. Ну так как у нас… Давайте сопоставим этим позициям номера. 4, 5, 6. Вот. И мы хотим, допустим, указать, где стоит самая левая из карточек. 3, 4, 5, 6. Ну, наоборот. Хочется сделать как-то так. А это… Если что, я сейчас объясняю не совсем правильно, но оно уже наталкивает на мысли, скажем так. Меня натолкнулось. То есть я тут расставил? Да. Ну, естественно, я тут и расставил, но я хочу узнать номер самой левой, например. Самый левый из двойки единицы. Так. Ну, и, соответственно, она может стоять только на вот этих местах. Вот. И тогда, если мы, например, вот сейчас сюда поставим четверку, то этот… То фокусник будет стоять, где стоит левая из этих чисел. Так. Вот. А потом зритель еще какую-то карту откроет, и мы хотим, чтобы по этой карте восстанавливалась вторая. Но почему это не работает? Это не работает, потому что если мы вот сюда поставим индекс вот этой двойки, то зритель может открыть эту же двойку. А, собака. И теперь мы ничего не узнали про единицу. Да. Блин. Вот. Это неприятно. Это очень. Значит, нам не нужно как-то про отдельное число говорить, но можно говорить про зависимость от чисел 1 и 2. Так. То есть зависимость места. И тогда, если зритель укажет на одно… В чем идея? Мы хотим, что если зритель укажет на одно из единиц или двойка, то мы хотим по нему однозначно восстановить, где стоит второе число. То есть, допустим, зритель открыл карту 1 на вот этом месте, и мы хотим уметь понимать, что если зритель открыл карту 1 на вот этом месте, то двойка будет на однозначно определенном другом месте. По вот этой карте и по числу, которая стоит на первой позиции. Понятна примерно идея, да? Примерно да. Но пока я не понимаю. То есть, если зритель собака захочет нам открыть одну из этих карт, то мы по ней уже должны уметь восстанавливать вторую из этих карт. Потому что другой информации у нас уже не будет. Вот. Ну, что тогда? Нам нужно как-то связать единицу и двойку между собой, соответственно. Что приходит на ум? На ум приходит разность между этими позициями. То есть, разность между позицией единицы и двойки. Ага. Например. Причем эта разность не обычная будет, а… Со знаком. А как бы ориентированная, да. То есть, мы как бы… Со знаком, да. Ну, как бы с этой функцией. Короче, это не та за эту функцию, наверное. Вот, короче, мы можем записать вот этот массив еще раз. Так. Да, ну понятно, да. То есть, допустим, у нас 3, 1, 4, 5, 2… Нет, давайте наоборот. 3, 2… 2, 4, 5… 4, 1, 6… Да, да. Вот, запишем его еще раз. 3… 3, 2… 2… 4, 5, 1, 6… Разница будет… И мы хотим находить вот эту разницу. Да. Вот. Ну, а если они наоборот мы с вами, то понятно, что вот это. Если тут 1, 2, то вот это. Да. Вот. Примерно понятно, да? Ну, да. Теперь что… Но это будет со знаком минус, да, просто? Ну, не со знаком минус. У нас карточки от 3 до n. От 3 до n. Ну, мы можем просто каждой из разниц сопоставить одну из карточек. Какие у нас могут быть разницы? У нас могут быть разницы от 1 до n-2. Ага, да. У нас… Потому что одна позиция занята единицей, и одна позиция первая. Да. И остается n-2 позиции для двойки. И мы скодируем их от 3. Вот такие есть разницы. Ну, мы их кодируем вот этими числами. Самое простое – это просто разница плюс 2. Плюс 2, да, да. Вот. И теперь мы знаем… Если мы знаем, где стоит единица, то мы можем отойти вперед на эту разность по вот этому числу. Да. И найти, где стоит двойка. Правильно. И наоборот, если мы знаем, где стоит двойка, мы можем отойти назад. Возврат на эту разность и получить единицу. И найти единицу. А, теперь если она откроет… То есть зритель-собака не может теперь открывать единицу или двойку. Так. То есть он гарантированно откроет информацию, которую даст нам помощник какую-то скорость. Так, хорошо. А помощник что сделает? А теперь что нам нужно сделать на самом деле? Нам нужно опять сделать примерно то же, что у нас было в прошлый раз. То есть так, чтобы у нас каждый, каждому варианту расположения, сейчас, вот когда фокусник открывает первое число, тут, допустим, стоит число k. Что мы знаем теперь? Мы знаем, что у нас вот тут k чисел. Так. То есть у нас фиксированная разница между единицей и двойкой. Да. Но тогда, тогда. Надо что-то стереть наверх. Так, 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 так. Итак, в начале, да, этот самый. Тогда у нас есть какие варианты? 1, 2 и так далее. Точка 1, 2 и так далее. 1, t на 1. Точка, точка, 1, 2 и так далее. Потом 2 перепрыгивает с дела. Да. Ну, допустим, тут точки нету. Так, 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 так. Потом 2, точка, точка, 1 и так далее. Да, да, да. Понятно, по кругу, да. Вот. И вот эта позиция единицы кодирует как бы однозначно еще и позицию двойки. Да. И нам нужно сделать так, чтобы снова у нас карточка, которая стоит на месте, однозначно кодировала вот этот, можно сказать, двойки. Да, да. Но сделаем то же самое. Давайте пойдем от единицы и будем ставить по порядку числа. Кроме того, которое… Ну, соответственно… Стоит здесь. Да? Да, да, да. Кроме того, которое кодирует… То есть, если, например… 5 кодирует, да? Чуть подробнее. Если 5 – это разница между ними, то 5 здесь не будет. Какая тут разница? Раз, два, три, четыре. 4 – это 6 разницы. Да. Кодирует. Но у нас будет стоять вот такая штука. Ага. Все, дальше он вычислит. Точно. И вот такими сдвигами, естественно, мы на каждый вариант… Ой, арифметика остатков, да, и циклов. Жесть просто. 5, 8, 8. А, вот так, да. 7, 8. И заметим, что вот такими сдвигами, как в прошлый раз, мы сможем снова однозначно определить сдвиг, и тогда мы однозначно определим позицию единицы, а по разнице и двойки. Это металл. Да, это полный металл. То есть, да, как бы он ни попытался на первое место сунуть, на которое… Да, если на первое место мы разобрали, циклическими сдвигами, если не на первое, то мы узнаем разность между ними, а потом уже по открытому числу мы вычисляем, где стоит единица. Шикарно. Просто шикарно, да. Вообще фантастика. Вот такие задачи я решать не умею. Ключевая идея – циклические сдвиги, да. Да, то есть, как бы после того, как ты понял, что ключевая идея – циклические сдвиги, допилить-то можно. На самом деле, кстати, я не думал про циклические сдвиги сами. Когда я тут считал, я думал, как бы, насколько надо назад пойти, чтобы получить единицу, а вот отсюда, наоборот, насколько надо вперед пойти. И можешь заметить, что вот тут у нас как бы должно стоять вместо двойки шестерка. Поэтому вот тут как раз у нас будет вот здесь мы идем назад, а вот здесь мы идем как бы вперед. И находим позицию единицы. Просто циклическими сдвигами это проще записывать и проще объяснять. Это гениально. Да, это просто совершенно гениально. Ну вот да, я лишь могу сказать, что я ничего, я не могу научиться их даже решать. И это ведь четвертая, это не пятая, да? Да. Еще будет самая сложная. Ты слышал пятую, у нас ее один человек в классе решил. А, пятую я, кстати, забыл ее. А, ну мы ее тоже, да, оставим порешать? Да. Я, кстати, не знаю решение пятой. А, ну мы просто его не знаем, да. Ну, скорее всего. Еще мой одноклассник. Школка, скорее всего. Решил задачу с неправильным условием этим. Давай, Лена, просто сформулируй пятую задачу. Ну, у меня один одноклассник второй день закрыл полностью. Полностью, да? Все решил. Круто. Он до этого, кстати, на все раси не был. Кто он? Сева Лепешов, знаешь? Конечно. Я помню, да. Вот. Я с его мамой не знаю. Вот, он второй день закрыл. До этого ему два раза не хватало типа двух баллов, чтобы пройти. Он решил показать. Все, да? Ну, сейчас он на кураже будет на всерзе. Да. Сколько у вас на всерзе едет? И кто, кого и двое? Непонятно. А, еще непонятно. Нет, есть автопроходники. А, понятно. У нас четыре автопроходника по математике и пять по информатике с коллизиями. Точнее, совпадениями. Ага. Ну, не в суть. Вот. И... С пересечением этих нас, который состоит из тебя и еще кого-то, да, возможно? Че-че-че. А? Че-че-че. Нет, стоп. Да, че-че-че, по-моему. Ага. Ясно. Он еще на три все разы прошел. На три. Еще по экономике он прошел. Так. Вот. Значит, мы отвлеклись. Ну что, давай, условия этой суперзадачи. Значит, последняя, пятая задача. Эта задача просто бонусом. Итак. Даны. Даны N чисел. Так. Даны N различных, ну, попарно различных чисел. Так. На доску, ну, допустим, это будет A1, A2, так далее, N. Ну, можно даже без ограничения общности вот так предположить. Вот. На доску выписали N на N-1 пополам их ноков попарных. Ноков. Да. Я думал-думал и так и не додумал. То есть это A1, A2. Ага. Нок, A1, A3. Я не додумал. Нок – это произведение делить на ноты, если кто-то не помнит. Ну, не суть. Ну, да. A1 на N. И так далее. А2, A2, A3. Ну, и так далее. Да. Выписаны все ноки. Если N чисел различные, то здесь можно поставить строгие. Да, 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 да. Да. Так. Строгие. Вот. И мы знаем, что они не все совпадают. Да. Ну, то есть среди вот этих ноков есть два различных. Так. Может ли быть такое, что все эти N на N минус 1 пополам ноков образуют арифметическую прогрессию? Да. Это металл. Я опять, я чувствую, что речь о делимости, но это и так очевидно. Ну, и понятно, что не константно. Не константно, да. То есть шаг не ноль. Вот так вот. Вот. Возможно ли? Да. Но если они не все совпадают, то уже ясно, что не константно. Вот. А мой одноклассник решил вместо ноков для нодов. Для нодов. И для нодов это возможно, он говорит. Возможно, это какой-нибудь спойлер даже. Дерзайте. Я не знаю. Я не знаю. Ну, наверное, тоже разобранного ребят там на канале. На каналах дружественных наших. Кстати, да, наверное. Но пока подумайте сами. Ну, вот как бы я под нее засыпал в тот день, когда Миша мне ее рассказал. У меня есть задача для засыпания. Я начинаю думать. И либо решаю и засыпаю, либо не решаю и засыпаю. Вот я не решил и заснул. Вот так вот. Ну что же, Мишенька, спасибо огромное. Удачи на все расах. Маткульт, привет!